Здравствуйте, я Евгения Сазонова, это обзор фейсбука. Трагедия на Черынском каньоне, где во время схода селя погибло два человека, сейчас тема номер один для обсуждения в фейсбуке, потому что она обнажила проблемы с безопасностью и готовностью к внутреннему туризму. Вот смотрите, какая река идет. 29 мая в ДЧС поступило сообщение, что произошел грязеселевой выброс по нижней части Черынского каньона. В результате пострадали шесть человек, двое погибли. Один ребенок пропал без вести, позже девочку нашли живой. В тот день группа школьников, учителей и родителей отправилась на экскурсию в каньон. После недолгого дождя сошел сель, преподаватель и ученица гимназии погибли. И в очередной раз о глобальных вопросах мы задумываемся лишь после трагедии. Основной посыл всех постов в фейсбуке – а готовы ли мы к тому, чтобы развивать внутренний туризм? Сколько человек погибает в горах, на реках, при сходах селей? Кто должен отвечать за безопасность людей? Лидер движения ХАК Токжан Кужалиева обратилась к министру экологии с вопросом, кто отвечает за национальные парки. Это чистой воды халатность чиновников. Как можно было пускать к воде группу людей? Ведь все знали о лавиноопасности. А если и не знали, то эти люди должны заняться другим делом. С точки зрения безопасности людей мы не умеем ни туризмом заниматься, ни дома строить, написала в фейсбуке Кужалиева. В комментариях к посту люди пытаются понять, кто же виноват в случившемся. Было ли штормовое предупреждение? Если было, то почему в ущелье запустили народ? У людей много вопросов. Например, кто из вице-министров курирует нацпарки, казгидромет, водное хозяйство? И есть ли между ними и подведомственными им структурами карта взаимодействий на случай ЧАЭС? Казгидромет должен был оповестить о надвигающемся наводнении. Ниоткуда эта вода появиться не могла. Руководство Комитета лесного хозяйства и нацпарка обязаны передать штормовое предупреждение и запретить к въезду в нацпарк людей. Это их прямая ответственность, написал в комментариях казахстанский эколог Сергей Цой. Есть в этой истории и герои. Это, конечно, погибший педагог Мирей Ибрагимов, который пытался помочь детям. Его президент посмертно наградил за храбрость и самоотверженность. И, безусловно, герои – это спасатели, которые 20 часов искали 11-летнюю зире Бесимбай и нашли живой. Ребенка грязевым потоком унесло в реку Чирын. Ей удалось выбраться и подняться по скользким камням. Девочка всю ночь провела в каньоне, где ее и нашли спасатели. Девочка всю ночь провела в каньоне, где ее и нашли спасатели, где ее и нашли спасатели, где ее и нашли спасатели. Кто виноват и что делать? Эти вопросы мы задаем себе после каждой трагедии. И здесь цель не только наказать, но и сделать так, чтобы подобное больше не повторялось. Тем более, если это зависит не только от природы, но и от человека. Готовы ли мы к разрушительному землетрясению? Эта тема в соцсетях вновь стала актуальной на фоне массовой застройки Алматы. Архитектор Айдар Ергали смоделировал последствия сильнейшего землетрясения в Алматы. Улицы будут завалены обломками зданий и строймусором. Спасателям, прежде чем начать разбирать завал или тушить пожар, нужно будет расчищать подъездные пути. В городе не хватает широких дорог. Все эти годы Алматы был больше озадачен орнаментами мусорных урн и бесконечной заменой бордюров, чем подготовкой своей инфраструктуры к катаклизму, написал архитектор. Его пост в соцсетях разошелся на цитаты, сотни репостов и упоминаний в СМИ. Потому что помимо общих пугающих картинок, автор выступил с готовым предложением. Особенно, что нужно сделать в частном секторе города уже сейчас. Выкупать по несколько кварталов самой гуще под госнужды. Участок нужно расчистить, частично засадить деревьями, замостить и засеять газоном. Участок должен быть вытянутым. В городостроительстве это называется линейным парком. В обычной жизни он и будет реальным парком. Место должно быть инженерно подготовлено к приему большого количества людей и полноценному функционированию в условиях полностью разрушенной инфраструктуры. Там должны быть резервуары питьевой или технической воды, комплекс очистки ливневых вод, биочистные установки для канализации, независимые источники электроэнергии и тепла с резервуарами для топлива. В комментариях пользователи называют свои варианты так называемой подготовки к землетрясению, например, Сейда Таукелова пишет о том, что не первый год волонтеры говорят о необходимости обучения людей, потому что на службы ЧАЭС и Красный полумесяц надежды нет. Посмотрел на карту застройки Алматы. Большинство улиц будет блокировано именно упавшими высотками. Останутся только улицы частного сектора. Место сбора при землетрясении, к сожалению, наши алчные олигархи забрали. Я, конечно, не специалист, но тоже всегда удивлялся от такой плотной застройки города. Радует, что благодаря активности алматинцев некоторые проекты застройки удалось изменить. Например, в Таугуле, где под строительство хотели отобрать парк, жителям удалось его отстоять. Однако это, конечно, капля в море, поэтому тревожный чемоданчик лучше всегда иметь у входа. Я Евгения Сазонова, интернет-газета «Зона КИЗ». Продолжим следить за тем, что казахстанцы обсуждают в Фейсбуке. До свидания.